МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИСЯН МЕСС, здравствуйте! Меня зовут Иван Астромов. В эфире программа Бергаля и Ряник Баттл. Телевикторина, посвященная изучению и проверке знаний татарского языка. Для тех, кто впервые смотрит нашу программу, я кратко объясню правила нашей игры. В телевикторине участвуют два игрока. На протяжении двух туров они пытаются перевести слова с татарского языка на русский и наоборот. Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов и наберет наибольшее количество баллов, становится победителем нашей игры. И, конечно, у каждой команды есть своя группа поддержки. Итак, правила первого тура. Переводим слова с татарского языка на русский. Дается четыре темы. Каждый игрок имеет право выбирать две. В каждой теме два вопроса. За каждый правильный ответ участник получает один балл. Участник не имеет права отвечать на вопрос соперника. Итак, с правилами игры я вас познакомил. Пора познакомиться с ее участниками. Сегодня за звание лучшего знатока татарского языка будут бороться Алиса. Алиса, привет. Семс. И Ирхан, Ирхан, салям. Семс, салям. Алиса, а кто сегодня болеет за тебя? Менем Роза. Роза. Роза, добрый день, добрый вечер, здравствуйте. Ирхан, кто сегодня болеет за вас? Вильнатим Ильнар. Вильнар, ну что ж, мы желаем удачи нашим участникам и начинаем первый тур программы Бергаля Пирианик Баттл. Мы начинаем первый тур. Кто будет первым отвечать? Алиса, Ирхан? Кто? Алиса. Алиса. Настоящий джентльмен наступил вместо дамы. Итак, Алиса, у тебя четыре темы. Цветы, ща-щаклер, птицы, кошлар, растения, уляннер или лечебные растения, дару уляннеры. Выбирай одну из них. Ща-щаклер. Ща-щаклер. Переведи с татарского языка на русский слово кошкары. Жасмин или астра? Кошкары. Жасмин или астра? Так. Жасмин. Жасмин. Я могу принять этот вариант ответа? Я принимаю этот вариант ответа. Итак, правильный ответ. Кошкары – это астра, а вот жасмин – это ясмин. Астра. Кошкары. Жасмин. Ясмин. Второй вопрос в этой же теме. Переведи с татарского языка на русский слово тузганак. Одуванчик или подснежник? Одуванчик. Уверена. Я принимаю этот вариант ответа. Это правильный ответ. Тузганак. Действительно. Одуванчик. А вот подснежник – это уморзая. Уморзая. Подснежник. Тузганак. Одуванчик. Итак, Ирыхан, переходим к тебе. Три темы тебе на выбор. Птицы – кошлар, растение – уляннер или лечебное растение дару – уляннере? Уляннер. Уляннер. Первый вопрос. Переведи с татарского языка на русский слово тукранбаш. Клевер или овес? Овес или клевер? Клевер. Клевер. Тукранбаш – это действительно клевер, а вот овес – это соло. Соло – овес, тукранбаш – клевер. Переведи с татарского языка на русский слово обага. Папоротник или щавель? Щавель или папоротник. 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 Я принимаю вариант ответа. Хорошо. Обага – это папоротник, а щавель – это кузгалак. Кузгалак. Щавель, обага, папоротник. А знаешь скороговорку со словом обага? Йок. Йок. Так, кто знает скороговорку со словом обага? Роза, попробуйте сказать. Обага, 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 бошенбердым боганага. Отлично. Итак, Алиса, осталось две темы. Это птицы кушлар или лечебное растение? Дару Уленере. Кушлар. Кушлар – птицы. Переведи с татарского языка на русский слово корга. Ворона или воробей? Ворона. Ворона. Я принимаю вариант ответа. Ворона – это действительно корга, а воробей – это щапщак. Щапщак – воробей, корга – ворона. Второй вопрос в этой же теме. Переведи с татарского языка на русский слово тукран. Дятел или жавронок? Жавронок или дятел? Дятел. Дятел. Тукран – это дятел, а жавронок – это тургай. Тургай. Жавронок, тукран, дятел. Еще один балл в твою команду, в твою пользу. И тебе, Ильхан, осталась тема дару уленере – лечебное растение. Переведи с татарского языка на русский слово бетнык. Крапива или мята? Мята или крапива? Как переводится слово? Бетнык. Мята. Мята – это бетнык, а вот крапива – это кашеткан. Кашеткан – это крапива, а мята – это бетнык. Тебя когда-нибудь жалила крапива? А я? Попадала крапивой от папы? Йох. Зато, мне кажется, папе в детстве попадала, потому что в ваше время, в вашем детстве это было самое главное орудие воспитания. Второй вопрос, Ильхан, тебе в этой же теме. Переведи с татарского языка на русский слово эрекмен – репей или мать и мачеха? Это правильный ответ. Давайте еще раз повторим. Итак, пора подвести итоги первого тура со счетом 4-3. Впереди пока Ирхан. Давайте узнаем мнение родителей, как они оценивают нашу игру, наш первый тур. Роза, какие пожелания есть во втором туре, чтобы вырвать победу? Пожелания только хорошие, молодец. Слова, на самом деле, очень тяжелые попались в начале. Их даже взрослый не может угадать, я думаю. Не каждый взрослый, действительно. Да, не каждый взрослый. Поэтому это игра, поэтому играйте и получайте удовольствие. Но, насколько я знаю, татарский язык в вашей семье играет очень важную роль. Какое внимание вы уделяете изучению языков? Виктор из Айтем, шлайдихолог. Ирхан, давай узнаем у твоего папы, как он оценивает твою игру в первом туре. Итак. Ну, игра очень интересная. Даже порой я сам задумался. Вроде бы знакомые слова, но не часто мы их используем. Но, в принципе, вот есть какая-то польза от этой, оказывается, игры. Поэтому участники, игроки, им желаем удачи, молодцы, так держать. Поэтому в бой, в следующий тур. Итак, мы готовы перейти ко второму туру программы Бергаля Пирианик Баттл. Итак, мы приступаем ко второму туру нашей программы. Правила, похожие на первый тур. Единственное отличие, мы переводим слова с русского языка. На татарский. Повторюсь еще раз, что соперник не имеет права отвечать на вопрос другого игрока. И группа поддержки не может также им подсказывать. Итак, мы начинаем второй тур. Ирхан, давай начнем с тебя. Также четыре темы на выбор. Дождь. Йонгер. Природное явление. Тоби Гаткуринышлярен. Отдых. Йоу. Жерлар. Песни. Йонгер. Йонгер. Дождь. Итак, первый вопрос. Вставьте пропущенное слово, подходящее по смыслу. Дождь идет. Йонгер-яуа или Йонгер-сибяли? Йонгер-яуа. Йонгер-яуа – это дождь идет. Или Йонгер-сибяли? Йонгер-яуа. Йонгер-яуа. Итак, Йонгер-яуа – это идет дождь, а Йонгер-сибяли – это дождь моросит. Дождь моросит – это Йонгер-сибяли, а когда идет дождь, мы говорим Йонгер-яуа. Один был тебе. Второй вопрос. Вставь в пропущенное слово, подходящее по смыслу. Гром гремит – это Кук-кукри или Яшин-Яшинли? Гром гремит. Кук-кукри. Или Яшин-Яшинли? Кук-кукри. Кук-кукри, я принимаю твой вариант. Давайте узнаем правильный ответ. Яшин-Яшинли – это молнии сверкают, а вот Кук-кукри – это гремит гром. Гремит гром – Кук-кукри, а Яшин-Яшинли – это сверкают молнии. Еще один балл в твою копилку, Алиса, а тебе три темы на выбор. Табегат-курин-шляре – природное явление. Отдых, йол или жерлар песни? Табегат-курин-шляре. Табегат-курин-шляре – природное явление. Итак, первый вопрос. Переведи словосочетание «солнце печет». Это Ку-яш-ян-дара или Ку-яш-каз-дара? Ку-яш-каз-дара. Или Ку-яш-ян-дара? Каз-дара. Ку-яш-каз-дара. Я принимаю этот вариант. Ответ – это правильный ответ. Солнце печет – это Ку-яш-каз-дара. А вот Ку-яш-ян-дара – это солнце опаляет. Ку-яш-ян-дара – солнце опаляет, а Ку-яш-каз-дара – солнце печет. Второй вопрос в этой же теме. Переведи словосочетание «дует ветер». Жиль и ся или жиль дулы? Ветер дует – это жиль и ся или жиль дулы? Жиль дулы. Или жиль и ся? Жиль и ся. Жиль и ся. В последний момент Алиса поменяла свой вариант. Это правильный ответ. Жиль и ся – это действительно дует ветер, а вот жиль дулы – это ветер свирепствует. То есть, когда близится к штормовому делу. Итак, еще раз давайте повторим. Ветер дует – это жиль и ся, а ветер свирепствует – это жиль дулы. Итак, Ирхан, тебе две темы. Отдых йол или жерлар песни? Йол. Отдых йол. Итак, переведи словосочетание «веселый отдых». Это кунгалле йол или козаклайол? Веселый отдых. Кунгалле йол. Кунгалле йол или козаклайол? Давай еще раз подумаем. Так, веселый отдых. Кунгалле йол, козаклайол. Шансы 50 на 50. Кунгалле йол. Кунгалле йол. Хорошо. Веселый отдых – это кунгалле йол, а козаклайол – это интересный отдых. Веселый отдых – это кунгалле йол, а интересный отдых – это козаклайол. Второй вопрос в этой же теме. Переведи словосочетание «сложная игра». Это кота уян или котлаула уян? Кота уян. Кота уян. Я принимаю этот вариант ответа. Сложная игра – это котлаула уян. А кота уян – это жесткая игра, когда соперники очень борются за звание лучшего. Итак, жесткая игра – это кота уян, а тяжелая игра – это котлаула уян. Итак, Алиса, тебе последняя тема. Жерлар пока счет равный. Алиса, от тебя все зависит в этой игре. Итак, переведи словосочетание «учит в школе». А как переводится словосочетание «мактаплярда тукилар»? Знаешь? Нет, ну, видимо, поэтому ты выбрала первый вариант ответа, да? Хорошо, я его принимаю. Учат в школе действительно «мактаплярда ирятелар», а вот «мактаплярда тукилар» – это «твердят в школе», когда постоянно твердят, что нужно делать уроки, выполнять домашние задания, учиться только на 4-5. Итак, еще раз. Учат в школе «мактаплярда ирятелар», а «твердят в школе» – это «мактаплярда тукилар». Второй вопрос. Переведи словосочетание «песенка друзей». Это «дуслыкжера» или «дусларжера»? «Дусларжера». «Дусларжера». Уверена? «Э». Молодец. «Дусларжера» – это действительно «песенка друзей», а «дусларжера» – это «песня о дружбе». «Песня о дружбе» – «дусларжера», а «песенка друзей» – это «дусларжера». Пора подвести итоги нашей игры. Во втором туре счет сравнялся после двух туров. В нашей игре побеждает «дружба» со счетом 7-7. Давайте друг другу поаплодируем, вы большие молодцы. И узнаем у наших родителей, как они оценивают сегодняшнюю игру. Ирхан, давай обратимся к твоим родителям. Как вы оцениваете сегодняшнюю игру, Ирхан? Борьба интересная. Но вот при совершении ошибок как раз и они запоминают те слова, которые они до этого не знали, может быть. А может быть, просто ошиблись. Ну, ничего страшного, бывает всякое. Ну, все мы люди и на ошибках своих мы учимся. Это же всего лишь игра, друзья мои. Конечно. Именно для этого наша программа и создана, чтобы изучать новые слова и повторять уже пройденный материал. Роза, как вам сегодняшняя игра? Ну, для нас с Эльнаром-то это игра, а вот посмотрите на детей, они все зажаты, боятся. Хоть и очень готовились, и шли с таким интересом сюда, в принципе, им интересно, видно, но боятся они тебя, дядя Ваня. Очень боятся. Почему? Я вроде добрый, и слова несложные. Боятся, что можешь поставить двойку. Нет, я в этой игре оценки не ставлю, я лишь даю правильный перевод всех слов, которые мы сегодня учим. На сегодня все, друзья, учите и никогда не забывайте свой родной язык, и, конечно, проверяйте знания татарского языка. Мы с вами прощаемся. Сау Булагас. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»